Друзья, приветствую! Александр из Ростова-на-Дону прислал образцы масла Shell Helix Ultra 540 полнозольное масло. Использовалась в автомобиле Skoda Octavia с мощным турбомотором. Сейчас я вам покажу. Свежая отработка. И вот два листочка. Это описание масла, а не описание, извините, а анализ масла с одного известного ресурса. И вот описание автомобиля, условия эксплуатации. Можете ознакомиться. Так, 1.8 turbo. Тоже на стейдже. 240-250 лошадиных сил. Ну и вот здесь такое. Так, две баночки. Ну и можно приступать. Значит, эталон данного масла есть, поэтому я сейчас сравню свежий с эталоном. Посмотрим, что намеряет прибор. В эталоне у меня выставлено, кстати, вот по этим как раз анализом. 11.4 щелочное, 1.85 кислотное. И смотрите, что намерил прибор. 95% противоизносный. Присадок очень похоже. Гликоли сажей нет. Кислотное 1.86 плюс 1 сотая. Вообще один в один. И щелочное 11.6 чуть-чуть выше, на две десятые. Но это в пределах погрешности. То есть тоже никаких сомнений нет, что это оригинальное масло. Да, там немного воды многовато. Но это может быть или образец такой, или у меня там был какой-то момент, что перекалибровывал воду. И вот то ли до этого было чуть больше воды, то ли после этого. Не помню, честно говоря. Но особо не обращайте внимания. Просто оценим относительно отработки воду. Ой, относительно свежего. Так, и вот машина 1.8 TSI. CGSA мотор 250 сил. Пробег общей автомобиля 43 тысячи километров. Пробег на масле 8 тысяч километров. При средней скорости 19 километров в час. 421 моточас. И топливо только сотое. Лукойл и Роснефть. Ну и смотрите, что показала отработка. Противоизносных присадок 66 процентов. Гликоли 5 десятых. Ну это сотый бензин, как показывает практика. Так, нитрование 27,5. Видите, нарастает. Окисление нормально. Сажа отлично. Сажа 0,02 на таком пробеге больше 400 моточасов. Шикарно. Так, кислотная 2,89 на единицу выросла. Ну тоже исключительно. Классно. И еще даже есть запас по щелочному 6,7. Поразительно масло отработало. Да, вот видите, воды здесь прилично больше, чем свежим. То есть видно, что это такая больше городская эксплуатация, невысокие скорости. Возможно, что в период подбора или замены масла был дождь, там такое влажность была повышенная, не успела выпариться вода. Так, сейчас покажу вам, сравню вязкость свежей отработки, посмотрим, что по вязкости. Так, есть небольшое разжижение. Ну и опять же, это все, это все, это все городская эксплуатация. Видите, незначительная. Чисто, да, вот город так себя ведет. То есть претензий никаких вообще нет к маслу. Мотор тоже исключительно, судя по саже, по всему, ну вообще вообще не придраться, честно говоря, ни к чему. И нитрование, оно хоть и стало желтым, но тем не менее еще как бы есть у него некоторый запас. Значит, сейчас я чуть позже про нитрование вам немножко расскажу. И вот результаты у меня вообще получились какие-то просто фантастические. Посмотрите, особенно мой еще нейтрализующие свойства, почти 700 моточасов, это фантастика, 13 140 километров. Но приехало масло вот по нитрованию, это оксиды азота, 550 моточасов, 10, ну 400, 10 500 примерно. По вязкости тоже, видите, проблем никаких нет. Значит, по нитрованию. Обычно, кстати, вот я замечал, что он нормальный, исправный двигатель, без каких-то проблем, где-то в районе 500 моточасов как раз по оксидам азота и отрабатывает. Есть, я тут изучал немножко вопрос, нашел статью, нашел графики. Есть прямая взаимосвязь от оборотов, на которых используется, значит, двигатель, в основном эксплуатируется и нарастание вот этих оксидов азота. Правда, статья были про оксиды азота в выхлопных газах, но тем не менее, значит, если они есть в выхлопных газах, они сто процентов есть и соприкасаются с маслом, хотя бы через систему вентиляции картерных газов. Вот поэтому здесь и там какая зависимость была, чем ближе к оборотам максимальной мощности, тем больше этих оксидов азота. То есть, если вы сильно гоняете, там эксплуатировать автомобиль, то вот эти процессы быстрее нарастают, естественно, они очень влияют на масло и сокращают его ресурс. В данном случае видно, что это не такая уж интенсивная эксплуатация, судя по средней скорости. Ну, возможно, конечно, да, прохваты там туда-сюда, но 19 километров в час – это невысокая скорость, видимо, много времени владелец проводит в пробках или в прогревах. Вот такая картина. Поэтому оксиды азота образуются не так интенсивно и, естественно, они не влияют. А масло само по себе, видели, какое крепкое, то есть, грубо говоря, там 11-4 щелочное и меньше двух единиц кислотное. И вот дельта – это между ними. Чем больше это дельта, тем выше ресурсу масла. Вот. И еще одно наблюдение. Я заметил, что моторы с небольшим пробегом свежие, когда все системы работают исправно, все датчики функционируют, они тоже значительно лучше относятся к маслу. То есть, все, когда настроено, все классно, соответственно, получаем такой же результат. Если мотор уже там за 100, там за 150 тысяч пробега, то, естественно, начинаются где-то какие-то, может быть, поломки, может быть, там, я не знаю, пропуски контактов, какие-то ошибочки. И, естественно, все это взаимосвязано и, конечно, это сильно влияет на масло, сокращая его ресурс. Я уже не говорю про изношенность колец и повышенные картерные газы, которые в картере окисляют масло ускоренно. Ну вот, такой тест получился. Необычный. Значит, благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.